Виктор Покедюк 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 И спасибо телеканалу «Импакт» администраторам, это Юрий Чернецкий, это Федор Филипчук И в частности вашей команде и тебе как ведущему Ну, во-первых, потому что ты вспомнил обо мне, это уже приятно Потом, в силу того, что мы давно знакомы, мне крайне приятно тебя видеть и ответить на все твои вопросы С удовольствием, спасибо большое, Виктор Насколько я понимаю, у тебя есть три родные страны Это Украина, Беларусь и Америка Если можно, по порядку Расскажи, пожалуйста, в какой семье ты родился и кто увидел в тебе вот этот музыкальный талант? Да, родился в христианской семье, у нас пятеро детей Родился я на Украине, в Украине, это Волынская область, Маневичский район Меловидное село Годомычи Очень красивая деревня, дуже гарное село, дуже гарная речка Стыр Я прожил счастливое детство в христианской семье, ходили в церковь У нас пятеро детей, моих родителей В силу того, как развивались в то время события, родителям приходилось платить штрафы За любые мероприятия, на которые мы присутствовали Это было вот так я жил все мое детство и юность, надо сказать Ну, честно скажу, по песне «Село мое», там, где ты вспоминаешь вот эту всю красоту Там кони, гуси и вся эта природа, красота Это приятно, что все-таки детство у тебя приятно и вспомнить Надо сказать еще, я прошу прощения, что этот стих написал ведомый украинский поэт Это Сергей Рачинец И когда я попал в Америку, кто-то мне дал эту книжечку И я в этот стих просто влюбился И, наверное, это было вот то, что жило внутри вот этот его стих И сразу же лег на музыку эта песня прозвучала И мне сказали, что это будет, один мой друг сказал, что это будет супер-хит И я думаю, о чем он говорит? Просто песня про Село Оказывается, однако Она что-то такое родное, близкое, чувствительное, очень тоже эмоциональное А кто талант в тебе увидел-то? Село Село Красиво Церкви Я играл на балалайке в детстве, в струном оркестре Любил музыку Сестра моя старшая купила мне баян, когда мне было 10 лет Я сам научился играть Потом на аккордеоне меня научил мой сосед Который тоже верующая семья жила Это фамилия Кравчуки Я их люблю очень, это мои соседи У нас была Штунгивская вулочь, а у нас было очень много верующих Ну это Волынь, это самая евангализационная область в Украине И так, и в церкви, и дуэты, и соло Да, потом, значит, уже в городе Естественно, что с деревни себя переезжали жить в город ближайший Это был город Луцк Я там пил и в хоре, и опять же в струном оркестре И пел, и в армии пел Оттуда из Луцка тебя в армию провели? Да, да, из Луцка я ушел в армию После армии ты остались в Беларусь? Да Как так случилось? Я влюбился в Беларусь Я влюбился в Беларусь Беларусь чистая, прекрасная, близкая к Украине И по душе, и по море, и по всему Да, я влюбился, во-первых, в армии, хотя это было время такого атеизма Я служил с моим братом из Луцка Мы попали в одну часть Нас сразу признали как баптистов-сектантов И мы жили там Меня заставляли тоже играть что-то, петь Мне предлагали прямо из воинской части При наличии комсомольского значка По блату устроить консерваторию белорусскую Я очень страдал Думаю, какой талант Мне говорят, что я талантлив А я не могу, потому что я христианин Папа-мама научили тебя Я сказал подполковнику политчасти Он очень влюбился в меня как музыканта Как певца Я сказал, я не могу променять это Я говорю, меня родители воспитали, чтобы я был христианином И я не пошел в консерваторию по блату Кстати, Виктор, извини Вот в воинской части увидели в тебя этот талант Какие-то были конкурсы И ты не поскромничал, а поучаствовал А там, как только ты попадаешь в часть Например, кто умеет играть Это первый вопрос На гитаре А как это вскрывать? А какие песни? Я знал только крестьянские песни Только крестьянские песни Часы на руках у каждого Эти старики дембеля плачут под эти песни Весна нам наш край посетила И все это под гитарю Конечно А потом, значит, конечно, давайте что-то спойте Значит, спойте, например, на конкурсе, как ты говоришь Ну, ну-ка, спойте машину времени Ну, машина времени Ну, она нам близка, кстати, ко христианам Очень хорошие тексты Вот новый поворот Что он нам несет? Пропасть или взлет? Проповедовать можно? Послушай, ну, это же была классика Это же люди, которые писали эти песни Андрей Макаревич, это же думающие люди Они ничем не отличались по своей сути Внутренности от наших людей, христиан Это были глубокие психологи и философы И вот так меня заметили Спасибо Дальше ты остаешься в Белоруссии И приходит тот момент, когда Ну, давай так, я все-таки скажу это слово Ты становишься известным исполнителем Потому что есть видео, в котором ты участвуешь Вместе с симфоническим оркестром Что это за время было? Как так случилось? Да, это время было перестройки уже Естественно, что талант, он, знаешь, как стебелек Прорастет Он прорастет И потом, когда мы молимся Я всегда говорю, если мы молимся молитвой Отче наш Что у нас в семье было и есть Обязательно, кроме всех, молитв И там мы призываем волю Господа на нашу жизнь Да будет воля твоя Да, да Смотри И Господь делает, он свое делает Мы свое, а он свое Да И получается так, что я в Минске живя Знакомлюсь с теми людьми, которые мне нравятся Это солисты Песняров Это Анатолий Ермольников-Сябры Это Юрий Богаткевич, группа Рождество, кстати, было Просто вот познакомились Дальше они влюбляются в нас, эти люди Потому что мы поем о Боге А мы влюбляемся в них, потому что они талантливые Мы начинаем меняться инструментами Мы начинаем заимствовать какие-то уроки там музыки Приглашаем друг друга где-то поучаствовать Поучаствовать Мы ездили уже за границу из церкви У нас была хорошая аппаратура Куда это вы ездили? В Германию В Германию Да, мы собирали деньги группой Возрождения и Ковчег Мы собрали десятки тысяч марок на строительство церкви В частности, это город Колодище рядом с Минском Где мы играли группой Ковчег Это очень, если кто-то видит из группы Ковчег Возрождение Приятно, что мы имели служение И вот, значит, это началось общение с профессионалами А потом один из них, это композитор, действительно композитор Который закончил консерваторию Который работал в песнярах клавишником Дима Евтухович, он живет сейчас в Нью-Жерси Здесь в Америке Он говорит, Виктор, твои песни давай занесем редактору Такая была Зоя Врублевская на Минском радио Я говорю, Дима, как? Пойдем Мы занесли песни Он познакомил меня И, значит, в воскресном собрании в Минске ко мне подходит Говорит, как ты, брат, низко упал Это кто подходит? Люди Они увидели тебя пока Они услышали мои песни на радио И говорит, как это? За это они сказали на радио? Конечно, это было время перестройки не только в государстве А в нашем интеллекте протестанта в частности Когда они сказали, что поет белорусский спевак Виктор Покедюк И говорит, сколько ты заплатил? Ты продался в артисты Конечно, конечно, Геннадий Люди были в панике То есть В то время, получается, наши люди не готовы принять Что у тебя есть возможность проповедовать там на радиоэфирах, телевизионных эфирах Кто-то что-то должен пойти? Ну, давай скажем так В моем детстве, например, да? То есть в Украине, да? Радио только было в тех людей Те радиоприемники, которые ловили из-за океана христианские программы Значит, если у тебя просто стоял радиоприемник, который не имел коротких волн Тебя могли просто из церкви брать и сказать А что вы слушаете по этому приемнику? Разве ты не помнишь таких времен? Ну, у меня, наверное, не было приемника по этому Ты счастливый человек Мы так воспитаны Да Никакого радио, никакого телевидения И вот это... Ну, а далее пришло то принятие, что все-таки они понимали, что ты все-таки... Время все меняет Время меняет Так как прижилась гитара в церкви Так как прижились даже барабаны в церкви Так как прижился синтезатор в церкви Оказывается, что творить можно на нем христианскую музыку И на гитаре играть, и на барабанах Это процесс, Геннадий И об этом надо говорить, потому что я своим детям рассказываю Это было интересное время Вот и в то время вот так мои песни появились на радио А дальше это же редактор говорит Виктор, у нас будет рождественская программа на телевидении Мы приглашаем тебя с твоими друзьями, коллегами Спеть христианские песни Отлично Это вторая революция Говорит, эти братья пели по телевизору Это, Гена, это нужно было пережить Нужно было пережить Значит, последний статус Брат Виктор ушел в артисты Ну, было такое Попали на сцену Меня взяли вокалистом в оркестр И, значит, среди всех моих профессий трудовой книжки У меня, правда, до сих пор в этом оркестре написано В трудовой книжке Мой статус артист-солист Это страшно Красиво Нет, ну какой артист в человеке церкви? Ну куда тебе, Витя? Ну какой ты артист? Ну это ты хорошо воспитан, поэтому ты говоришь Ну куда ты? На самом деле, если тебе дали такую возможность И еще и записали, значит, все это правда Ты был не готов такое услышать? Нет, никогда Но это же правда Но это очень интересно услышать Я тебе скажу Скажи, пожалуйста Я, насколько понимаю В то время Ты правильно очень заметил Что время и перестройки Когда свобода пришла И еще перестройки даже в церкви Когда нужно было понимать Что мы идем проповедовать в масс-медиа Тогда же можно было говорить слово «Бог» в эфире? Расскажи об этом Да, значит, стало очень модным Смотри, до любых евангелизаций То есть это было начало перестройки, например Позже церковь сориентировалась И, например, к нам в Минск Начали приезжать из Америки евангелисты Мы начали снимать театры Это уже вторая волна понимания и интеллекта Потому что это же время, оно диктует нравы и понятия Мы были в одном времени Значит, стали учиться чем-то другому Покаялся Сергей Брикса Да И, значит, а он был А он совершенно был профессиональный Как бы тоже артист-певец И он вдруг покаялся И на радио говорят Значит, звучат песни о Боге А коллеги его и мои друзья Говорят, Вить, вы с одной секты? А что с его головой? И случилось Все нормально, наш человек Да, да А он покаялся Это уже была вторая волна Потом появился Новый Иерусалим И так далее Потом группа спасения И так далее Спасибо Я себя считаю первопроходцем И отвечаю на вопрос Было модно, особенно в Белоруссии Для них модно, а для нас возможно Конечно А для нас? Белоруссия, она интересная страна Это очень хорошие, глубокие люди И они тянулись всегда к свету И когда А редакторы, извини, тоже Они все воспитывались в хороших семьях Православных И они начали тянуться к свету Приглашать людей В эфире начали звучать песни красивые Это было интересное время И в том числе о Боге И меня представляли, например, на радио Говорит, вот у нас много заявок Например, редактор говорит На песни Александра Малинина Потому что он пел баллады, романсы Говорит, а мы вам хотим представить Нашего белорусского спеваку Виктора Пакидзюка Який тоже спевает, как Малинин Вот это упало Не, ну смотри насущно Все-таки ты чувствовал, что люди будут слушать Что насущно и что им понравится Господь располагал Господь делал Потому что на самом пике Я поспешу тебе отвечу На самом пике, когда я должен уже перейти Действительно на деятельность как певца И зарабатывать на этом деньги Вдруг я подумал, что вот здесь-то и точка Потому что христианским репертуаром Уже там после трех лет, четырех Все, она волна прошла И ты должен зарабатывать деньги Значит, писать надо песни Которые они просят Которые они просят Да И тут я подумал А как же я буду Вот теперь И Бог опять свое дело делает Иммиграция в Америку Иммиграция в Америку А это сложно было для себя переехать? Я не собирался, во-первых Потому что моя трудовая книжка там лежит У меня произошли жизненные ситуации Которые, скажем, ну вот Что можно говорить? Что не надо? Для всех это абсолютно Все все знают Для тебя, можно сказать так Просто ядерный взрыв Личной жизни Вот и все И хочу оговориться, что у меня четверо детей Практически То есть двое детей моих взрослых И двое детей девочек Это, значит, которые в Америке Значит, сын мой из Белоруссии приехал Он живет в Майами Дочка моя в Минске Живет в городе Минск Они, все слава Богу, приняли крещение Члены церкви Господь в моей ситуации Провел самым чудесным образом Потому что, как правило, Лукавый В таких ситуациях бьет по детям По наследству Да Мои родители уже в вечности Они посвятили свою жизнь молитвам, постам Меня научили этому Гена, я счастлив, потому что мы едете с Господом Слава Господу Они служат Ему И я оказался в Америке Не думал я здесь жить Приехал на время к родителям Все перевернулось Я никогда Я никогда Но тут надо остановиться Если уже говорить Я не всегда слушал моих родителей Не всегда По поводу переезда, да, ты имел в виду? В жизни моей Хорошо Были моменты, когда я не слушал родителей Когда я приехал сюда И поменялся мой статус моей жизни Я должен был вернуться в Белоруссию Как человек Как отец Все, что ни произошло, я должен был вернуться По моему убеждению Моя мама сказала Сынок, если ты хочешь мне один раз послать Ты не должен пока возвращаться И я подумал Я часто маму не слушал И я ее послушал И отца Я остался Нужно было остаться Потому что все поменялось И мне приходилось начинать все заново здесь в Америке Никого не виня Самый большой виновник это я Я всегда говорю Я никогда никого не виню Ни в чем Никогда Но мне пришлось начинать все заново Потому что так все перевернулось И Господь мне открывает здесь другую нишу Вот твое поприще Христианский певец В стране, где ты можешь свободно петь О Боге Не думая Что тебе будет платить Не будет платить Развивайся и твори А.М Спасибо, это сильно Правда интересно? Конечно, интересно Вот так Господь действует Мы так порой и не понимаем Но когда проходят годы Мы понимаем, что так Господь делает Виктор, насколько я помню тебе Вот 25 лет я в Сакраменто Все эти годы Ты один из самых активных людей Который организовывает какие-то мероприятия Творческие вечера Если это так Фестивали И я Знаешь, что мне еще нравится Что ты всегда подтягиваешь с собой Других исполнителей И я помню, ты записывал альбомы Там, по-моему, Вербицкая Оксана Святящук Я не помню Это весь список Но ты же студию открыл Ты же записывал Расскажи об этом еще Как тебе, возможно, обращались люди Ты еще помогал им на радио звучать То есть эти люди записали Ты даешь возможность, чтобы их услышали Как твои когда-то Песни на радиостудии Ты также помогал людям? А знаешь, кто меня этому научил? Не знаю Вот смотри Научили совершенно люди Которые Вот они не оцерковлены На то время были Это профессионалы на сцене А когда я попал на сцену Я заметил, что Люди, которые имеют образование И звание Например, народный артист Советского Союза Игорь Михайлович Лучинок Это же Который писал Песни для песня Роу Который для Кобзона Писал песни Со мной считается С Витей Пакедюком Он встает со мной рядом Он мне помогает Ну для тебя это был шок Для меня это был шок Это люди, которые достигли чего-то И какое они проявляли человечество Внимание Они всегда Хотели быть рядом с талантами Смотри Слушай, это нам верующим Надо еще учиться Давай так Смотри Вот я хотел это сказать Когда я попал в Сакраменто И увидел здесь талантливых людей Я начал поступать Как меня научили эти люди Своим примером Очень сильно Они же мне не сказали Что ты не образованный Музыкальный У меня нету консерватории А они все звания имеют Они работают в известных коллективах Но они со мной считаются И слушают меня И говорят мне Что Ты должен это делать А это получается Я закончил консерваторию Но я не могу так написать мелодию Как ты Она у тебя от души идет Ты делай это Ты автор Все-таки наших детей Сначала надо быть людьми А потом уже христианами Чтобы мы тоже Обращались с другими По-человечески Осторожно Хорошо Я Свидетельство И потом я перейду на следующий вопрос Помню одну из наших Миссионерских поездок в Украину И нас встречают в Борисполе Садимся в автомобиль И водитель включает Говорит Слушайте Послушайте Эту песню И такая Мы так И включается Молитва за Украину И Помолуйся тихо Слава Не лукавый И у нас так Говорит Мы знаем этого человека Как? Да ну А у них даже диск не подписан Переписанный И говорит Это наш брат Виктор Покадик Слушайте Мы же эту песню не выключаем Мы же переживаем Это было еще до военных действий Но Но как она все-таки И тогда прозвучала И сейчас прозвучала И поэтому Да Виктор Я чувствую Что это такое Когда этого человека Знают Восхищаются Но он становится Очень доступным И Дружественным К тем людям Которые окружают его Вот следующий вопрос Тоже будет такой Эмоциональный Потому что Ты знаешь Этот человек Послужил в своей жизни Большим примером Для меня И Знаете Честно скажу Благодаря ему Я 9 раз был ведущим На славянской ярмарке Он так Его любили все исполнители Он так с людьми По-человечески обращался Он так как-то говорил Ты не мог ему сказать нет Это Валентин Бурлака Да Человек Который был твоим близким другом Который вы прошли Определенное время жизни Вместе Трудились Радиостудия Музыкальные концерты Ярмарки Расскажи об этом человеке Как он для тебя послужил Очень просто Попал я в Сакраменто Тоже Я не приехал сюда жить Абсолютно в Сакраменто Я приехал к родителям Нью-Джерси Штат И Приехал сюда на свадьбу Меня пригласили быть Певцом на свадьбе Это была церковь В голове Еще до голове Церкви Но он был Молодой и кучерявый Сережа Немножко время прошло Да Значит И вот С этими людьми Как бы Я познакомился Это была свадьба Я там пел Да И одна из Моих знакомых Из Белоруссии Здесь меня встретила Она меня завезла Завела в студию К Бурлаке Валентину Говорит Ты должен Познакомиться с Валентином И представила меня Что вот Виктор певец Валентин послушал Мои песни И говорит Мы должны записывать Срочно И все И началось наше общение И после чего Я уже Время торопит Вы начали дуэты петь Ну это я уже написал Здесь уже при нашем знакомстве Но то что Валентин записал Это первый альбом Где вот песня Село Это исповедь На белорусском языке Это Счастье со Христом Жизнь Суета И так далее То есть Бог тебя С правильным человеком Познакомил Да Который Неожиданно Который Меня просто Он записал Эта студия была Единственная В Сакраменто На то время И бесплатная студия ФИБС Радиоцерковь И мы записали Первый же альбом И я остался Уже здесь Пока еще временно Чтобы еще записываться Первый альбом Меня начал кормить Потому что Кассеты тогда продавались Я не работал нигде Я помню В церковь Вифанию Пришел Это была Одна из первых Церквей с этим альбомом Значит за моей кассетой Стояла очередь Жаль никто Не сфотографировал Как В войну за хлебом Какие хорошие люди Ну послушай Бог так устроил Бог устроил Бог располагал сердца И Бог давал тебе хлеб Я абсолютно не планировал Ничего этого Что я там смогу записать Что это будет так продаваться Хорошо Но мне нужен был Какой-то заработок И Бог помог мне Что эта кассета продавалась И я мог жить Платить за жилье Покупать хлеб с молоком Ну мне кажется Ты тоже был тем человеком Который Валентину Не мог сказать нет Потому что Во всех его проектах Ты участвовал Да У нас были хорошие отношения Он был Он был занят всегда Потому что у него было Занятие писать Записывать И Радиоэфиры И начались С ним здесь в Сакраменто Тоже Это было еще радио В НМБ Где был Михаил Локтев Вот Самым главным Здесь На этой станции Мы тоже вещали На Сакраменто Это были мои первые шаги Ведущего В Сакраменто Проработал я на радио Ну 20 лет Я был в эфире Я 20 лет был в эфире Вот И это тоже Благодаря вот Валентину Это тоже так вот Ну не случайно Ну вот так было Ты у Валика начал вести Или уже Да С Валентином Да И туда он меня брал На интервью В Украину Куда он вещал И по городу Сакраменто Это было подписное радио Вот Радиоприемнички Такие людям давали И мы каждую неделю Я делал потом программу Авторскую Премьера песни Где я представлял Новые песни По белорусскому Такому формату Вот Да Ну вот работа твоя Радиоведущим Нравилась тебе? Кстати Вот давай еще раз Одно время очень сильно Да Одно время очень сильно Одно время Это в начале что ли? Ну Когда мы были молодыми И чушь прекрасную несли Ой кстати Вот это К этому вот Хорошо звучит Когда люди молодые Они имеют право Нести чушь Которая может быть прекрасной Они могут Или им скидка? Скидка А скидка Ты очень мудрый человек Ты очень правильно сказал Спасибо, что ты меня так поддерживаешь А где ты видел Чтобы Бог Требовал у нас в юности То, что требует Когда нам 60 Ни с кого Виктор Вот разреши сказать тебе спасибо За то, что С твоим приходом На новое русское радио Начали Так много Начало звучать Христианских песен А это Исконно правда Было дело Ты добавил Ну давай так Наверное Больше половины Звучало Не светской А христианской музыки А это правда Поэтому Спасибо, но я на полном серьезе Потому что ты сейчас не подумал Что я Друзья, знаете, надо научиться Говорить спасибо И вовремя И потому что Может у меня такой возможности Не быть И я еще работал на нашем радио С Ириной Валерой Кицын Да, кстати Я потом приготовил тебе вопрос По этому поводу Нельзя пропустить Нельзя пропустить Я обязательно у тебя спрошу его Радио Вообще Радиоведущий Насколько это легко? Тяжело? Тяжело Тяжело? Чем? Для меня Я не знаю Я ни о ком не могу говорить Потому что Каждый человек Это клад Как ты сказал вначале Кладезь Кладезь талантов Это город Сакраменто Каждый человек Имеет свое чувствование Переживания У меня Это если искренне говорить Вот так Я всегда говорю Искренне на интервью Никогда не добавляю То, что на меня на сердце Смотри Взаимно Я сейчас тоже Очень-очень Меня Как творческого Чувствительного человека Волновало Каждое слово Которое я произносил В эфире А слова мои Судили У меня были разные программы У меня были острые С перчиком программы Которые затрагивали Внутреннюю Какую-то жизнь Протестантов Сакраменто И так далее Было разное То есть Если тебе захотелось Покритиковать верующих людей Обычно тебе Не то, что критиковать Это нельзя называть критиковать Потому что Увещание Критикует человек тот Который за бортом Смотри Вот ты Согласен Когда я в лодке Это не критика Это Понимаешь Это скорее Соболезнование Потому что Как бы Ну Смотри Вот давай скажем так Смотри Если например 95 год Мы проводим Там например Какой-то Творческий вечер Праздник песни И так далее И там появились Три фонара Со светом То если я назову тебе Сейчас Имена И те которые Как они нас Увещевали Что это грех И я тебе покажу Сейчас адрес Этих церквей Они сейчас Не отстают От московского Кремлевского дворца Любая церковь Со светом И звуком А в то время Любой фонарь Сакраменто В 95 году Со светом А если еще Не дай бог Для дымовой завесы Какой-то эффект Там Получаются Разные световые Это все Было тяжело Да И послушай Надо было пророчествовать Кому-то По поводу фонарей По поводу фонарей Сакраменто И света И звука Первый пророк был Это я Серьезно Ну я говорил Пройдет 20 лет И мы будем смеяться Да Мы смеемся сегодня С этого или нет Думал вообще Это не замечаем Нет Пусть Федор Филипчук Который нас снимает Выключить фонари Не выключит он Не выключит Потому что это нужно Да Это нужно Да Ген Смотри Это момент Да Смотри Все равно При всем этом Меня Господь Через совесть Дух Святой Судит Через совесть Мне указывал И напоминал И за каждую программу Я никогда никому Это не говорил Первому тебе За каждую программу В которой я где-то Задевал чьи-то чувства Или кому-то Я молился И просил Бога прощения Чтобы Бог Не уменил мне в грех Потому что Он видит в мое сердце Что я не критикую Ну ты искренне говорил А я говорил То, что я переживал Да В словах можно ошибаться Да Смотри Но это было Время Молодости Адреналина Такое знаешь Такое вот Делаем скидку Виктор Делаем скидку За молодость Спасибо тебе Спасибо тебе Я знаю Что Поставишь мне кофе В конце программы Сделаем Да Насколько я знаю Более 10 лет Своей жизни Ты посвятил Служению Детской христианской Группы Радуга Было Вот за молодость Сейчас Идея Организовать Детскую группу Для меня Детское служение Одной из самых сложных Церкви Это ты годами Трудишься Трудишься И результат Может быть Через 10 лет Ну с музыкальной группой Быстрее Как в воскресной школе Например Ты трудишься Влаживаешь Они подрастут И может тогда Будут вспоминать И служить Почему ты взялся За это служение И насколько оно Легкое Или сложное Сложно Сложно С детками Сложно Потому что Во-первых Их надо научить Если взялся Надо научить А детей Учить в Америке Петь украинские Русские песни Тогда Возможно Сейчас Абсолютно сложно Потому что Многие родители Уже не разговаривают На кухне Ради детей Наверное Они уже не разговаривают Да Это зря Кстати Если нас кто-то слушает Зря Разговариваете На вашем языке На кухне Ради детей Чтобы они знали Да Поэтому было сложно Но началось с того Что люди подходили С детками Напиши песенку Напиши фонограммы Это семья Колонюков Там Нести руков У них Девочки росли И у меня Появлялись Трое четверо Дети И кто-то говорит А почему тебе не сделать Класс Рубку А как назовем Радуга А чего Так это же завет Господь Божий завет Красиво И так началось И потом Ты писал фонограммы Ты выбирал песни Я писал песни и фонограммы Все писали Я вспоминаю Вы в церковных служениях Очень много участвовали Скоро Рождество Клипы писали Клипы писали Федор снимал И Паша Цубира Сифани снимал И многие-многие Паша тоже здесь Был на импанте Работал Да То есть Вот это тоже Интересное время Твоей жизни Когда ты Кстати Они же сейчас Я же их вижу Они сейчас продолжают петь Эти дети Поют все Все поют То что ты вложил Я замечаю Замечаю Ну родители вкладывали Я помогал Сейчас социальные сети Это масс-медиа Которые ты можешь видеть Всех активных людей Которые где-то что-то учат Кстати Я хочу же тебя попросить Чтоб ты спел Я все как-то Заговорился С удовольствием Пожалуйста Возьми гитару А что петь? Все что ты захочешь У тебя как раз Вот не надо скромничать Есть что петь Ну что тебе на сердце Пожалуйста Что на сердце? На сердце в Сакраменто Пожалуйста Давай Здесь проходит наша жизнь В Сакраменто Наши дети родились В Сакраменто Тут живет любовь моя Церковь Божья и семья Сакраменто Кто не мечтал Разок хоть в жизни Хоть на денек попасть сюда Знай тут гостям Всегда мы рады Если беда Поможем Знай Утром воскресным Чуть пораньше Вьются косынки Тут То там Мы Христиане Эмигранты Мы Словно Соль Здесь На века Сакраменто Слава Богу Для вас вживую Виктор Покедюк Друзья Честь имей Сегодня Метефир Автор Исполнитель Композитор А также Ведущий И продюсер Многих творческих Фестивалей И творческих Вечеров Виктор Я хочу тебе Еще Такую возможность Сказать спасибо За вечера Которые Я не знаю Кому эта идея Пришла Вечера Которые посвящены Родителям У которых Детки С особыми Нуждами Я не слышал Что кто-то Это делает На уровне Города Ты Не знаю Команда У тебя Расскажи Об этом Вообще Какая идея Пришла И Ну это Это Сверхъестественное Поэтому Расскажи Пожалуйста У меня В моей жизни Не часто Я не буду Добавлять И хвастаться Но Вот если Что-то Бог делал Он делал Явно И конкретно Наступило время Наступило время Когда я Начал Меньше работать Там Где-то Планировать в эфире Меньше говорить Мне один человек Такой Подошел И говорит Виктор А что тебя Не слышно в эфире Ну да Не слышно Меньше Я говорю Послушай Брат дорогой Не знаю Говорить не хочу А он говорит Посмотрел Слушай Посмотрел И говорит Мудрость Пришла Ну Мудрость Когда мы Чуть меньше Говорим Но хорошо Говорим Что-то есть В этом что-то есть Радиоведущие Они же Надо говорить И я вдруг Начинаю думать Действительно Как бы Вот эти Вечера Творческие Концерты Они как-то Однотипно Все стало Что-то бы Хотелось Вот Что-то Хотелось бы Ну явно Делать То что Никто не делает Но песни Мы все поем Для Бога Песни Ну хорошо И все поют Но я хочу Петь И еще что-то И вот И надо Буду Вот Господи Вот Я не верю Что ты мне Что-то дашь Такое Но я хотел бы Что-то для меня Послушай Не проходит И месяца Павел Кравчук Хор Значит Славик Хорал Делает вечер Значит Мы приходим С моей супругой На этот вечер По поглошению Значит Смотрим Куда сесть Столы большие Красивые Круглые Значит Распорядители Садят нас Говорят Вот только здесь Поближе Вот за стол сядет А я смотрю Думаю Абсолютно Я никого не знаю За этим столом Что? Куда он? Я так не люблю С незнакомыми людьми сидеть Серьезно? Ну конечно Ну конечно Это пообщительный Никого не боишься Ну я же пришел Славик Хорал Слушать Хорошо Значит По одну сторону Сидит Сестра И по другую Сторону Сестра Эту где-то я видел Вторую не видел Одна Таня Лаврушенко А по эту сторону Оказалась Наталья Смоликова И мы начинаем говорить Виктор Вот приятно С вами сидеть Я говорю А вы чем занимаетесь А Наташа Мне рассказывает О своем служении С детьми И она Я почти ничего не кушал Я сидел Ко мне подключили Какую-то Вот понимаете И приходит такое Вот Все И пошло дело Творческие люди Они чувствительные люди Да Тринадцатый год Это уже 10 лет Все С этими людьми Я больше никогда не расстался Ни с Наташей Ни с Таней Лаврушенко Все проросло Это вот то Что есть дар любви Они до этого собирались Но в каких-то других группах Мы начали объединять И это Все И Мы никогда не расстаемся Мы с этими детьми Общаемся Я постоянно Мы звоним друг друге Наташе Ясно Женя Морозов погиб В этом году К сожалению Наш главный герой Дара любви Поэтому Это Это очень Такое Сокровенное Ценное служение Служение дара любви Детям С особыми нуждами Поэтому Слава Богу Я очень рад Что имею Прикосновение К этим детям Я хочу подметить Что наверное Больше вы родителям служите Которым такое внимание Вот как ты говоришь Их пригласил Лично Исполнитель Человек Которого поют Которого знают Уделил сколько внимания По-моему Ты диски дарил Я так Я ни разу не был Но я видел это В социальных меди Будешь Это Это очень сильное служение В этом Даст Бог Году В декабре Мы тебя ждем В декабре Официально приглашаю Записываю Спасибо Скажи пожалуйста Твои творческие вечера Мне нравится Что Ну давай так Я в городе знаю Троих наверное людей Это Роман Джулай Гена Вербицкий Виктор Покадюк Которые вот эти 25 лет Они активные Они что-то пишут Они что-то творят Они что-то снимают Они Вот что тебя заставляет Это Или время такое благоприятное Надо пользоваться Или не всегда так будет Почему Есть люди которые активны Есть люди которые Через 1-2 альбома Они присаживаются Трудно сказать Наверное Наверное Вот эту батарейку Надо подзаряжать Творчество Да Как ты заряжаешь Кстати Бог дает Потому что Я сам Порой не могу Проанализировать Смотри Вот я как бы Устал Сделал что-то И какая-то тишина Какая-то пауза Потом значит Вдруг Я сажусь в студии Сажусь И какие-то стихи ищу Что-то пишу Начинаю песню писать Одну Потом вторую Потом приходит идея Давай-ка я еще Вот это сделаю А давай Вот это сделаю Потом думаю Да нет Это не получится уже То есть это внутри тебя Да Идея появляется Ты пробуешь Спрашиваешь Понимаешь Вот она Когда идея приходит И потом Ты сам ее Не веришь Как бы Вот идея пришла Ну может физически Это уже невозможно Времена поменялись Уже Как бы И возраст уже Но Оно Оно Как-то Как понимаешь Как вот прорастает Это все Идет И ты пробуешь А оно получается Вот первые шаги сделал Оно раз и пошло Все Не остановишься уже Вперед Все Будет вечер Все Будут Теперь Раньше делал ты каждый год А потом юбилейный Уже начал делать Да Ну в общем-то Помешала Вот пандемия Там и так далее Мы делали Ежегодно Несколько лет Это с Романом Джулайна Это цветы февраля Цветы февраля Проект наш Вот Потом он Если он делал Сам свой Как бы Творческий вечер То я там Присутствовал Как Ну Постоянно с ним И наоборот То в феврале Стабильно Кроме всех мероприятий У нас в феврале Что-то происходит И в этом году Я думаю тоже Думаю будет Я был на твоем юбилее Это год назад Был шикарный концерт Около трех часов И ты же так много Исполнителей еще позвал Это тоже должное Что Я кстати Вот сколько дуэтов Ты спел Я не помню Таких исполнителей Вот как-то Почему ты хочешь Дуэтом петь Ну Ты знаешь В этом что-то есть Вот Десяток исполнителей Точно знаешь Что ты с ними Вдвоем Вы пели Да Смотри У меня вот Если Талантливый человек Хочется Соприкоснуться К этому таланту Вот И совместно Вот В унисон Что-то спеть Вот Вот такое желание Вот Значит Там Сета Партнянская Последняя Да Еврейская певица Она же Она же Она же Гнесиных закончила Она высокий профессионал Вы звучали Я когда Предложил Я думал Что она скажет Вить Ну Песня-то известная Я их пою Соу Она сказала Нет Давай попробуем Да И мне так понравилось А кому бы не понравилось Партнянской спеть Партнянской Да Она Она в восторге От того дуэта Вот Она дуэтом Эта песня Ей понравилась Никогда не звучала Ей понравилась А да Ты еще помогаешь людям Немножко Перевоплотить песню Да Перевоплотить Любимых моих вопросов Сейчас Вот я приготовил Думаю Что же такое Это о твоей семье У тебя Слушай У тебя такая красивая семья Расскажи о Татьяне О Мирелле Лиане Какие таланты у них Очень много талантов Разные Давай с Татьяной Начнем Она тебя очень сильно поддерживает Татьяна Да Она оказывается поет Да Я не знаю что еще Что еще Я могу научить любого петь Она даже спела Черемшина Ты научил ее петь По-украински Хотя она с Петербурга Хорошо За деток Дети Значит Поскольку они поют С самого детства С пеленок Значит Как правило Ну Я боюсь Их перегрузить Этим Музыкой И пением Но они соло поют Они шут клипы Они очень талантливые Очень талантливые Взять на себя ответственность Чтобы они стали в Америке Музыкантами И певцами Я боюсь Поэтому Жена у меня Она Давай поподробнее Что ты боишься Почему Чтобы отдать Они становились музыкантами Профессионалами И зарабатывали хлеб На этом Я боюсь в Америке Это не моя стихия Они должны Получить образование Это очень сложно Они должны Получить образование А они хотят это? Естественно Если оно Прививается с детства Ну и они выросли В этой семье Где поются А петь никогда Не поздно Можно Но Геннадий Зарабатывать Мужикой в Америке Очень сложно Да Очень сложно Поэтому У них должна быть Профессия И служение Конечно Они поют Они всегда поют И сейчас мы работаем Девочки подпевали Мы делаем Песню Сестрички 2 У нас есть Сестрички Когда они были маленькие А скоро выйдет На импакт Принесу Когда снимем клип Сестрички 2 Они взросленько Поют уже Хорошо Ну о семье Много о семье Я говорить не буду Слава Богу Все Все очень Здорово Бог благословил Ну ты видишь их Ты им помогаешь Пишешь там что-то Видишь их Что они в будущем Будут так как ты Активны на Музыкальном служении Да Они любят музыку Конечно Поют же хорошо Но параллельно Должны иметь профессию Хорошо Это важно То есть друзья В Америке Мы хотим Чтобы наши дети Были в служении Чтобы они пели Были музыкантами Кстати Очень много возможностей Даже в школах Бесплатно могут учить На каком-то инструменте В хору Можно петь Заниматься Развиваться Дочка в колледже Берет уроки Ну класс взяла По вокалу Она В восторге То есть Она учится Ей начинается Да Но она должна Иметь профессию Хорошо Блиц Я приготовил Спасибо Я приготовил вопросы Они абсолютно разные Не в попа Может быть Ты хочешь отвечать Коротко Можно подробно Конечно Если это правда В каком-то году Было голосование И радиослушатели На нашем радио Или где Выбрали лучшего ведущего Свадебного ведущего Года Виктора Покадюка Это правда? Это не свадебного Это радиоведущего Это радиоведущего Это радиоведущего Чего я эту свадьбу добавил? Это окей Я тоже вел Тебя жизнь же С свадьбами как-то связала? Да Я тоже вел И веду немного Если есть Возможность Да Значит Это было В то время Это наше радио Объявило конкурс И Илья Валузский Очень популярный ведущий Наш Среди ведущих Он не побоялся Что кто-то это заберет Первое место Мне тоже это было интересно Я не слышал эфир Но мне Значит Вдруг Посыпались Массу звонков Поздравляем Значит Я не поднимал телефон Масса месседжей Потом Значит Когда уже позвонил Мой приятель Это Игорь Трач Светлаза И он объявил Что вот такое дело Потом через 15 минут Позвонил Илья Валузский Говорит Виктор Поздравляем Вы Про вас Значит О вас проголосовано было Что вы самый Популярный ведущий В Сакраменто Я конечно Не поверил Мне назначили Какой-то приз Я сказал Отдайте детям Денежный приз Я заработал Но это было Поздравляем Виктор Ну раз выбрали Значит выбрали Спасибо радиостанции Наше радио Это Валера И Ирина Китсина Это в то время было Ну такой неудобный вопрос А кого ты Самым лучшим ведущим Видишь Радиоведущим Геннадия Сагуна Нет Это я хотел спросить Но он ты красиво Красиво ответил Тебя узнают на улице Да Бывает Бывает И как Разговаривают По-разному Переспрашивают Ой Значит Жена моя Она Как бы Немножко Она даже комплексует Потому что это бывает Ну К слову Это часто бывает Да Вот последний момент Хороший Мы поехали Значит Я поехал В Вашингтоне На Солп Лейк Там такое озеро Минеральное Солп Лейк Там просто Наши люди Ну очки я делал Шапу Одел Там знаешь Так нет Хорошо Никто меня не знает Думаешь Что не знает Да И значит Подходит ко мне Брат Знакомимся Виктора зовут Из Сиатла Города Сиатла Говорим Беседуем Он из церкви Степана Косынюка Львийская церковь Львийская церковь Беседуем Так хорошо Классно Я помогаю ему Там грязь накопать Там минеральное Все Разговор льется Подходит его дочь Сколько ей? Где-то лет 35 Да И вот стоит 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 И вдруг Говорит Что-то мне Ваш голос Знаком Он наверное Тоже музыкант Папа А ты знаешь Кто это? А он Говорит Да я как-то Тоже А я говорю Сестра Матаракая Как вас зовут? Называйте Я говорю Вы все Испортили Бывает Ну бывает Следующий вопрос Как будучи известным Мне вас гордиться? Ой Чем гордиться-то? Ну Виктор Как ты себя Немножко присаживаешь Когда надо Когда надо Ну апостола Павла Читай послание И все Куда нам ходить? Ну что там Напомню Ну как что? Ну Кто я такой Человек? Давид Что говорит о себе Да То есть Люди которые Смотри Опять же Возвращаясь Например Вот Там К людям Которых я Просто к счастью Познакомился Известнейшие люди Лев Рещенко Мы так вот сидели С ним Ой Только не подумаешь Я вас горжусь Ой Что-то это микрофон Ну Сидишь Мы сидели Разговаривали Лучинок Игорь Михайлович Народный артист И он Известные люди В общении Простейшие люди В семье простые С 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 Точно так же Задал ему вопрос Это В радиоэфире Да Это В радиоэфире Это еще тогда Опять же Была радиостанция Локтева Михаила Это было В Сакраментос Со мной сидел Ведущий Юрий Коротков Мы вместе Интервьюировали Виктора И на полный вопрос Он говорит Виктор Это не мы Делаем Это люди Нас такими делают Мы простые А они думают Что мы гордые Меня Горит встречают С хлебом С солью Там Кланяются Там Чуть руку Не целуют Он говорит Братья и сестры Это не мы Это вы Нас такими делаете Ну Правда Ну Красиво Очень красиво Сказал Я считаю Так Человек Чем больше Достигает Он должен быть Чем больше Простым И проще Скажи просто А что мы с тобой Достигли Да Ген Разве это наша Ну Вот правда Разве моя Если я смотри Если я сажусь Песню пишу И например Написал песню Например Вот получилась песня Я сижу Вот я это часто говорю Я сижу ее слушаю Плачу Потому что Это не мое Я не знаю Как я это сделал Если бы Скажи мне Ген Напиши мне песню Чтобы людям понравилось Я скажу А как А когда я Сделал это Мне Бог дал Это правда Моя жена порой удивляет Какие странные Творческие люди Говорит Ханю Ты понимаешь Я не понимаю Как я это сделал Я сделал И теперь слушаю Как со стороны И плачу Потому что Это не я Если бы еще раз попросили Второй раз написать Ты бы не смог То есть это пришло Вдохновение Ты его отдал И когда ты это понимаешь То чем гордиться Мне за 60 Чем гордиться Ой там 61 Ты уже за Да Да Ты только перешел Господу надо спасибо Говорить Это он все делает Пример или поступок Из жизни твоих родителей Который ты запомнил На всю свою жизнь Очень простой Какой? Папа мой Иногда занимал деньги И? Иногда Потому что была семья большая Это было уже В то время Когда мы были Совершенно взрослыми Папа мой Занял деньги У кого-то По улице В деревне Значит Значит Проходит время Этот человек Умирает Которого папа занял деньги Его похоронили Никто кроме этого человека Не знает Проходит время Приезжают из города дети В одну из суббот Приходят к нам И говорят Значит Нам сказали Что вы Занимали у папы деньги Поэтому мы хотим Вам просто сказать Что мы готовы Как бы их получить И уехали Мой папа молчит Мама спрашивает В чем дело Он нечем отдавать? Нет Дело в том Что он их отдал Слушай дальше Дети неверующие Это человек Ходил в церковь Который умер А дети неверующие Они абсолютно Значит Папа принимает решение Собрать деньги И отнести Приезжают эти дети Это сильно Приходит Отец Знает Что они приехали Идет В тот дом Где жил их папа И принес Деньги Это была Немаленькая сумма Значит И разговаривают Они приняли Эти деньги Заходит Соседка Говорит Добрый день Роман Добрый день А что вы пришли? Я гроши принес Так вы же Пронесли А вы же Пронесли А вы Бачили? Да Ви мне давали И он Бачил И вы точно Это памятаете? Так Я памятаю Роман Дитки Дит Роман Отдав Тату Вашему гроши Дядько Роман А что же Вы принесли? А кто Про это знал? Достойно? Очень Достойно Я волнуюсь Когда рассказываю Разве Это можно забыть? Папа Это роман Что же нам не сказали? Но я не мог сказать Верующая людина Потому что вы не видели И не знали Я как будто знал Следующий вопрос Приготовил Кто или что Может оставить тебя заплакать? Запросто Кто или что Ты когда свидетельствуешь Вспоминаешь О верности Богу О каких-то пройденных путях Тебя действительно Накрывает Да, накрывает Да, это правда А что еще? Очень много Мне 12 лет Я совсем Юный Юноша 12 От 12 до 13 Значит У меня почему-то Вырастали зубы Сверху Вот Линия Идет зубы И сверху Так бывают Такие моменты Когда вырастает Вот прямо Из десны Один зуб Меня вырос Мне было там лет 6 Его удалили Вырос правильный зуб А здесь вырастает зуб Который Вырывать уже нельзя Потому что доктор сказал Если мы вырвем Значит будет пустое место А тогда имплантом не было Меня в школе смеются Я стесняюсь улыбаться Потому что зубчик растет зисны И переживаю об этом Летом Как все дети Я пас корову Пришел на обед Моя мама принесла мне борщ Я покушал И стоял у дерева Помню что Взбесилось животное Я оказался у другого дерева Очнулся Значит Мне болело Что-то вот здесь челюсть Болело что-то Когда я вечером Оказался у зеркала Мой зуб стоял на месте Вот этого развязки Я только не ожидал Да Только мой брат это знает Потому что Другие люди Которые видели это Они не верили Я перестал волноваться Я стал улыбаться И вопрос до сих пор Скажите пожалуйста У меня ничего не разбито Ни челюсть Ничего И все красиво А зуб до сих пор на месте стоит Это Бог видит Страдания Наши Внутри Как юноша переживает Как взрослый переживает Он все видит И он вмешивается Помогает Он вмешивается Сверх естественным образом И Это чудо Это чудо Но Это было в моей жизни Слава Господу Это было Да Это было Слава Господу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому